Защищать честь Смоленщины на турнире такого уровня десногорцам выдалось впервые. Команда, которая состоит из молодых, но опытных игроков, чувствовала себя уверенно. И это было заметно даже тем, кто пришел посмотреть игру. Настроено по-боевому, это видно. Надеюсь, что чемпионат сложится удачно. Ребята готовились. Ну а мы чем можем, тем будем помогать. Баскетбол развивается в Десногорске уже несколько лет. С этого года в городе стартовала и социальная программа поддержки этого вида спорта. Она называется планета баскетбола «Оранжевый атом». Сам баскетбол, он очень социальную направленность. Мы к этому подключили еще наш один детский сад, лесная сказка, и школу номер три, первый класс. Это, так сказать, наше будущее. Педагогам вручили баскетбольные мячи, а с начинающими спортсменами провели тренировку в игровой форме. Очень нравится, что появляется некая преемственность поколений, потому что баскетбол в Десногорске, он был значительно раньше до прихода проекта «Планета баскетбола» лет на 30. И есть люди, которые сегодня, имея какие-то, как и я, определенные года, которые начинали здесь баскетбол вместе со строительством города, вместе со строительством станции. И наша задача, вот чтобы вот эта вот преемственность, эта история сохранилась. Команда десногорцев сразу дала понять, что это их территория. И отступать они не намерены. Гости из Тула заметно нервничали. Игра была столь жаркой, что не обошлось и без травм. В составе команды «Арсенал» играли совсем юные игроки. Так что невольно некоторые зрители болели и за них тоже. Насколько я вижу, что команда Тульчана, она боложе, чем наши, я немножко из-за них болею. Но в большей степени, конечно, Десногорск. Им победы, удачи, здоровья. Как дочка начала интересоваться, так и я стал интересоваться. Потому что люблю, занимается и муж баскетболом, и сын, и я занималась баскетболом. Многие десногорцы приходили болеть целыми семьями. В городе этот вид спорта очень любят. Десногорск победит. Да, Десногорск болею. Благодаря высокому уровню физической подготовки, тренеру и мощной поддержке со стороны болельщиков, команда «Динамо» Росэнергоатом дважды одержала победу. Ирина Наруматова, Юлия Соборева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.